Господа и дамы, я не собирался выступать, я просто приехал поздравить замечательную ельницу. Я уже пытался сучить ей свой подарок, но раз она не взяла в темноте, про что же он бы написал? От поэта, поэту, вдохновенным приветом. Кружочек. О, какая прелесть, спасибо большое. Спасибо, Томан. Тут подарчик, подарчик, дочь. Это любовь, это любовь. Моей девочке, да, она совершенно такая светлая. Нет, это не тебя, но и для дочери. Четыре, почти два из пять. Так что вот, это действительно любовь. Спасибо. Замечательный подарок. Я недолго задерживал ваше понимание, прочту вам несколько коротких творений. В частности, одно из самых поздних, будем сказать, написанных буквально вчера, или позавчера. Мы встречали голландскую группу с замечательными музыкантами. И вот специально для их трещи я написал стихотворение, посвященное, в общем-то, не музыке, а посвященное, можно сказать, Кириллу и Мефодию. Приквигров. Доброе слово и кошке приятно. Вы это знаете, Станиславский произнес. Называется стихотворение «Слово». Слово лещит, слово ранит, слово песенки поет, слово даже и в тумане до победы доведет. Не разбрасывайся словом, научись его ценить. Для узбеков славным стал сладким словом, а для русских это нить. По Мефодию с Кириллом мы научимся всему. И для сердца станет милым непостижное уму, но изложенное славным, что Кирилл задает. Слово будет делом главным. Рассказал, так в душу бьет. Не кидаемся мы словом, не несем его в захлев. Для Востока вкусным пловом, а для русских это хлеб. Ну, если можно, мы опыск на такую псевдоисторическую тематику, на гибель царственного кирца. В одном рукопожатии царственной песнице, в другом мгновенном сжатии королевской птицы, он воплощал ложественную власть. И даже думал, только мне упасть. Не упаду, а упаду, соломки постелю, и птицей как аду исполню песню свою. И эта ария, как из проженения Нерона, послужит украшением царственного трона. А трон шатался и трещал, и ничего не прикрещал. Он, окрабля мяча, в руках раба. Я был артист, теперь же все трубят. Я был тиран, развратник и мерзавец. Так пусть же мне отрубят палец, чтобы не мог кефару я играть. Но нет, толпа бежит меня распять. Что ж, закали меня, мой раб, Чтоб смерти даже я не слаб. И воспалю я над толпою Своей израненной душой. И буду им хоть сверху петь, Хоть и пришлось не убериться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, что-нибудь еще, может быть. Ну, тут у нас, девушки меня извинят, Такая ответ на русскую поговорку. Любовь, зла. Это по поводу высылки философического корабля. Интеллигенты были высланы, Тогда же уничтожены. И скованы мысленно, Коптались все с треножина. А новые, новые, Кормили все подачками. И дачками кленовыми растаскивали. Дачками. И досточки кленовые растаскивали дачками. Извините, что я заговариваю, Что я немножко выпил. Так, что-нибудь еще надо, Или уже устали? Еще, еще. Почитай, снять еще. Тогда надо прочитать. А? Что? Какой? Четыре, понимаешь? Скажи, если я. А, хорошо. Так. Эксперимент называется Порочный грудь. Пожрал. Поспал. Всегда вот так. Воткнул. Подрался. Зав в понедельник отдул. И на прибородик повалялся. А вечером пошел кабак. И там друзьями поднажрался. Вот вам и все. Он интересами вкатался. Порочный грудь. А дальше что? Миллион подруг. А сам ничто. А что вы в чатах? Не-не-не. В музей. Да боже упаси. Балеты. Боберов. Вы что? Я не совсем же дуркую. Пойду-ка я пивную. Я к ней пиву. Нынче всех ревную. Вот такое тоже маленькое стихотворение называется «Безводничье». А мне все пофигу. По барабану и до лампочки. Шагаю по снегу, забыв сменить отапочки. Как раньше говорили мне, до пуговицы миллион синонимов, как бы слоев у луковицы. По безразличиям и с мясом рваных пуговиц и безразличным спасается все общество. Что все по ошибке прихватило отчество. Я имею ввиду то, что отчество в России раньше нужно было заслужить. Например, когда спрашивают моё отчество, а я вам, кстати, скажу, род Израильевич, я говорю, я ищу отчество, не заслужил. На годовщину ухода жизни нашего другого общего Адама Венова, кто его знал. Надеюсь, вы знаете многие. О, как его нам не хватает. Тоска так за душу хватает. Свобода Павловна и он их не заменит, даже миллион других влюбленных, молодых. А наш Адам не молод был душой. И жил он лишь идею большую, что нужно быть не только для себя. Горел мечтой людей любя. И нес он контркультуру массы, отнюдь не ради кассы. А только молив для будущего ради, он пастухом был, но в блидающемся стаде. Не так давно была годовщина гибели последних героев Советского Союза. Как вы знаете, они погибли во время событий 901 года, 91 года. Ну и, к сожалению, никто их не вспомнил. Вот отсюда и растворение. Называется «Последние герои Советского Союза». Им было присуждено посмертно всем троим звание Героя Советского Союза. Три парня, которые подгибли под гусеницей танков. Их никто не вспоминает. «Последние герои Советского Союза». Никто же их не вспоминает даже. Ни хая в земле лежат, а муза. Ну что же, веселитесь и хапайте от куза. И вспоминать-то некому троих простых ребят. Ну и последнее самое, я уж, наверное, вас намучил заключительное. Я не мнил себя поэту. Точно знал, что ритмоплёт. И не надеялся при этом, что с годами всё пройдёт. Не прошло, не отпустило. Всё маратует стюжки. Ну зачем, скажи на милость, надрываю я кишки. Очевидно, без рифмовки не могу и дня прожить. Ох, не надо мне шамовки. Дайте рифму, ты злой. Спасибо большое. Теперь похож на нашу извинницу, о которой я не могу рассказать. Могу рассказать пару слов о Баркаде Серова. О котором мы сейчас начинаем снимать игровой фильм. Главную роль, опять же, Северного, будет исполнять известный, можно сказать, сейчас самый популярный, Сергей Шнурок. Который прошёл к твоей популярности, ну не совсем культурную потянку, но тем не менее прошёл. И надо отметить, что всё, что он делает, довольно удачно. То есть это говорит об его таланте. Поэтому мы надеемся, что он талантливый, он полностью с этой ролью. Если вы знаете Анкадию Северного, а многие уже подзабыли, то я могу сказать, что это явление уровня Владимира Семеновича Высоцкого. Конечно, в политическом смысле он совершенно ему выступает, потому что для него писал стихи, другие поэты, в частности, я писал, «Румянский» и ещё другие. Поэтому, конечно, это много ниже уровень. Но тем не менее, когда я пытался создавать этот проект, Аркадий Северный именно мой проект, я пытался найти артиста, который может в противовесе Высоцкому представлять Ленинград в то время. Потому что был в Москве одарённейший поэт Владимир Семенович Высоцкий, а от Питера в этом уровне было. Было много поэтов в Барнах, но никто не мог в таком направлении противостоять Владимиру Семеновичу. Поэтому я в то время поставил себе задачу найти такого человека. Я его искал очень долго, много лет, по пляжам ездил, в другие города, на концертах, но у них всё не тот уровень. А вдруг он явился ко мне сам. Явился сам, берём по мгновению, Божию, всё летят с нужным вопросом, не будем говорить сейчас по каким. И я сразу понял, что это он. Потому что когда он взял в руки гитару, запел, я понял, что это явление. Явление с нашей стороны. родился Аркадь Митриевич в Иванове, в многодетной семье и воплотил её всю, можно сказать, если вам сказать, состав этой семьи. Старший брат у него служил в КГБ, средний брат, старший который был, постарше в Северном, служил в милиции. Он сам учился в Северном, в Северном, в Северном, в Северном, в Северном, старшая сестра у него сидела в тюрьме, а младший брат был карманник. Вот такая команда и цель-то отразилась в его творчестве. Поэтому он мог петь песни на любую тему. Владел цыганским языком. Я даже не знаю, до сих пор, после многолетнего общения с ним, какой он был национальности. Я думаю, что всё-таки там и в Зеверях не обошлось. Потому что фамилия Звездин, наверное, это всё-таки переводная Штерна. Но там есть и другие Звездины в Ивановской области, как в счастье в Питере, живёт Ростислав Звездин. Правда, в скобках он Рустам. Поэтому я думаю, всё-таки тут татары там тоже рукоприложили. Ну вот, значит, когда он идётся ко мне и мы начали плодотворно работать, я заметил, что он замечательно рассказывает юрийские анекдоты. Поэтому мне в голову пришла мысль, что он может петь хорошо одесские песни. Я, когда у него кончился его запас песен, а у него был песен 30, которые он концаал, я начал для него сочинять одесские песни. Но поскольку эти песни ушли в народ и в Одессе их считают своими родными одесскими песнями, что мне очень лестно. Нет более лестного для поэта, когда его произведение уходит в народ. Поэтому я считаю, что я что-то сделал в жизни, это как бы моё первое жизненное свершение, после этого было несколько других. В частности, я напомнил в России, что у него есть замечательный певец, который сидит в тюрьме всю жизнь, почти в один косин. Когда я стал работать с его памятью, то есть в то время он ещё был жив, о нём в России никто буквально не помнил. А он прозябал в Магадане, правда, там он был уважаемый человек и всё такое прочее, но жил в двухкомнатной квартире, забитой книгами, нотами и прочим. И после того, как я напомнил России, что у неё есть великий поэт, я его могу назвать тоже поэтом, то, что он написал, и певец, внук, не внук, скорее, племянник Варя Паниной, к нему потянулась вся, весь бомон, включая Кобзона и прочих, на пахло, повезли к нему белый раят, который в его комнату, забитую книгой, не влез, и он подарил клубу. Я ложу.